Привет всем любителям Xeon на 2011 сокете! Сегодня будем выжимать максимум из Xeon E5 1660. Кстати, про сам 2011 сокет. Вышел он в конце 2011 года. Матери на него появились в наших магазинах где-то уже в 2012 году. Так что можно сказать, сокет этот старенький. И нынче он интересен тем, что на Алиэкспрессе можно подешевке купить Xeon 1660 за 6 примерно тысяч рублей. И что же это за процессор такой? Это, в общем-то, Sandy Bridge архитектура 32-нанометровый техпроцесс. Зато 6 ядер, 12 потоков, 20 мегабайт кэша третьего уровня. И частота 3,3 ГГц в номинале и 3,9 в турбо-бусте. И, наверное, многим было интересно, а что если из него выжить весь максимум? Не на каком-нибудь там Хуанане, на котором там 4,2 не гонится, 4,3, кому как повезет. А на брендовой материнской плате, которая прям, ух, может раскочегарить этот процессор. Ну что же, давайте сейчас покажу тестовый стенд и попытаюсь разогнать этот процессор по максимуму. И я думаю, еще после разгона сравнить этот Xeon с каким-нибудь современным процессором. Например, у меня есть i5-9400F. И что касается его цены, если зайти на e-каталог и выбрать i5-9400F, то мы увидим, что цена его находится примерно в районе 10 тысяч рублей. Ну а если вам интересно подобрать процессор для своего компьютера, то это также можно сделать в e-каталоге. Например, за эту же цену, точнее дешевле, можно присмотреть от AMD Ryzen 2600, который обойдется в 8 с лишним тысяч рублей. Или уже примерно за 9 тысяч рублей купить Ryzen 3500. 6 ядер, 6 потоков. Ну и также в e-каталоге вы можете подобрать процессор для своего компьютера. Ссылки на e-каталог будут в описании к видео. Тестовый стенд, соответственно, процессор Xeon E5 1660. Материнская плата Asus Rampage 4 Formula, которую я, кстати, купил в 2012 году. Тогда я себе комп на 2011 сокете собирал. Видеокарточка PolyGTX 1080. 16 гигов оперативной памяти. У меня здесь 4 планки по 4 гига Samsung. Итого 16 гигов получается. Охлаждает все это трехсекционная система жидкостного охлаждения EnerMax, которая должна позволить взять хорошие частоты на этом процессоре. А запитывает это все блок питания FSP Hydro G Pro на 850 ватт. Винда и игры установлены на вот такой вот SSD-шник Samsung на 1 терабайт. Ну что же, давайте сейчас приступлю к тестированию. Давайте для начала разгоню процессор и оперативную память. И посмотрим, что из этого получится. Что касается разгона, процессор удалось раскочегарить до 5 гигагерц. А я вот такой вот проц на компе с Хуананом до 5 гигагерц разогнал. И ничего, работает стабильно. Посижу пока, поиграя в синий экран смерти, пока еще работает нормально компунтер. Давайте проведу теперь тестирование. Xeon 1660 в стоке с частотой памяти 1866 мегагерц против разогнанного до 5 гигагерц с частотой 2400 мегагерц. Cinebench R15 и процессор в стоке набирает 932 балла, в разгоне же 1281 балл. Shadow of Tomb Raider, Full HD разрешение, настройки графики высокие. И встроенный бенчмарк в Shadow of Tomb Raider. И как видно, разогнанный процессор дает такую нехилую прибавку FPS. Если в номинале где-то в районе 140 сейчас, то в разгоне в районе 180. Неплохой такой прирост FPS от разгона. Hitman, Full HD разрешение, настройки графики высокие. И встроенный бенчмарк Hitman. И как видно, от разгона тоже такой очень нехилый прирост FPS. Если в номинале в районе 60-70, то в разгоне 90 с лишним 100 FPS. Hitman 2, Full HD разрешение, настройки графики высокие. И встроенный бенчмарк во второй Hitman. И здесь также видно неплохой прирост FPS от разгона. Если в номинале в районе 60, то в разгоне уже под 70-80 FPS. В общем, такая хорошая разница в производительности. Assassin's Creed Odyssey. Разрешение 1366 на 768. Настройки графики высокие. Разрешение пришлось уже снизить, чтобы не было нагрузки на видеокарту и не было упора в GPU. И как видно, здесь разница между номиналом и разгоном уже не такая большая именно в Ассасине. Но, в общем-то, от разгона, как видно, ну так, на пару FPS чуть повыше. Но в целом разница именно в этой игре небольшая от разгона. И старый добрый Ведьмак 3. Разрешение 1366 на 768. Настройки графики высокие. И, как видно, разница между процессором в номинале и в разгоне очень такая хорошая. Вот если сейчас посмотреть, вот в номинале 150, а в разгоне уже почти 200 кадров в секунду. Плюс 50 кадров в секунду от разгона. Очень, по-моему, неплохо. Как показало тестирование, разгон дает очень такую неплохую прибавку в производительности. Хотя, стоит сказать, что 5 ГГц это уже максимум из этого камня. Нет, конечно, из него можно выжать 5.1, но он тогда уже работает нестабильно и игры вылетают. А на 5 ГГц он еще сохраняет, скажем так, относительную стабильность. Потому что все равно 5 ГГц это не на каждый день, а чисто провести тесты. Ну, интересно же разогнать Xeon 1660 до 5 ГГц. И давайте сейчас проведу тестирование. Современный i5-9400F с частотой памяти 3200 МГц против Xeon 60 разогнанного до 5 ГГц. И здесь еще, что касается разгона оперативной памяти. Если до этого у меня была такая проблема, что если разогнать две планки оперативной памяти, то они берут частоту 2400 МГц. А вот если установить четыре планки, чтобы они работали в четырех канале, то они гонятся всего лишь 2133. И как я вышел из этой ситуации? Ну, просто я кое-кому съездил и взял аверклокерскую память, которая взяла 2400 на четырех планках. То есть четырех канал, частота памяти 2400. Память, кстати, Samsung. И проц, разогнанный до 5 ГГц. Ну что ж, давайте сейчас покажу тестовый стенд с i5-9400F и приступлю к тестированию. Есть у меня вот такой вот комп. Здесь материнская плата Z370, процессор i5-9400F, 16 ГБ оперативной памяти Kingston с частотой 3200 МГц, видеокарта GTX 1080 и блок питания Seasonic Focus на 550 Вт. И вот этот вот комп сравню с Xeon E5-1660, разогнанным до 5 ГГц. Sinebench R15 и Xeon 1660 в разгоне набирает 1281 балл, в то время как i5-9400F набирает 967 баллов. Тест памяти WIDA64. И здесь, как видно, Xeon 1660, несмотря на то, что память у него 2400 МГц, оказывается по пропускной способности быстрее, чем i5-9400F с частотой памятью 3200, но потому что на 2011 сокете память работает в 4-канальном режиме. Shadow of Tomb Raider, разрешение 1366 на 768, настройки графики высокие. И встроенный бенчмарк в лариску, и здесь, как видно, местами i5-9400F бывает показывает FPS выше, чем на Xeon 1660, разогнанном. Но, однако, в таких жестких местах, где хорошая нагрузка на CPU, Xeon 1660 показывает себя лучше. И локация «Затерянный город» в Shadow of Tomb Raider. И здесь, вроде бы, вот как видно, сейчас i5-9400F показывает более высокий FPS по сравнению с разогнанным Xeon 1660. Но, однако, по мере того, как камера приближается к локации поселения, и нагрузка на процессор становится больше, тем i5-9400F показывает себя хуже, а разогнанность Xeon 1660 показывает себя лучше. И, как видно, здесь преимущество за разогнанным Xeon 1660. Игра Hitman, разрешение 1366 на 768. И, как видно во встроенном бенчмарке, здесь также. Xeon 1660 разогнанный показывает себя лучше, нежели чем i5-9400F. А хотя в некоторых местах, в моментах, i5-9400F показывает временно более высокий FPS. Но, однако, преимущество все равно за Xeon 1660, потому что в тех местах, где большая нагрузка на процессор, Xeon 1660 показывает себя лучше. Hitman 2, разрешение 1366 на 768, настройки графики высокие. И встроенный бенчмарк во второй Hitman, и, как видно, здесь преимущество за разогнанным Xeon 1660. Хотя, конечно, в некоторых моментах, вот i5-9400F показывает себя чуть получше, FPS чуть повыше. Но это, скажем так, кратковременно. В большинстве же моментов Xeon 1660 впереди. И также в местах, где хорошая такая нагрузка на процессор, Xeon 1660 показывает себя лучше. И встроенный бенчмарк в Metro Exodus, разрешение 1366 на 768, настройки графики низкие. И, как видно, здесь преимущество за Xeon 1660. Как видно, он выдает больший FPS, нежели i5-9400F. Как показало тестирование, 2011-я платформа рулит, и разогнанный Xeon 1660 показал себя лучше, чем i5-9400F, современный с памятью 3200 МГц. И даже если в некоторых моментах i5-9400F показывал себя немного лучше, то все равно по минимальному FPS преимущество за Xeon 1660. И также, если вы посмотрите на загрузку CPU во время тестирования, то если в некоторых местах i5-9400F уже приближался к загрузке 100%, то Xeon 1660 все это тащил, можно сказать, на расслабоне. Ну что же, вот такое вот было тестирование. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на прям такой, о, хороший разгон Xeon 1660 на брендовой материнской плате. И если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. А на этом все. Всем вам спасибо за просмотр. И всем пока. И я вам раскрою тайны оверклокеров Во-первых, для максимального разгона нужно хорошее охлаждение, чтобы процессор не перегревался. А во-вторых, это самая главная тайна, о которой молчат все оверклокеры. Это экронирование. Потому что для максимального разгона нужно максимальное экронирование. И в этом поможет кастрюля от великолужского промтрубохиммолока, кастрюль комбината, которая экронирует наш мозг от торсионных полей. И никакие торсионные поля не смогут воздействовать на наш мозг, что позволит максимально разогнать процессор.